Есть такой период довольно длительный, начальный, когда человек не чувствует этого воздействия. Это период, который называется, так и называется, время подготовки. А действие происходит? Действие происходит, но мы не чувствуем, поэтому называется время подготовки. Ты тренируешься, тренируешься, читаешь, слышишь, пытаешься разобраться. Подготовка – это подготовка, это еще пока не действие. Нет, это не действие. Это только лишь внутреннее развитие в тебе сил, свойств, мыслей, которые ты начнешь потом ощущать. А пока они в тебе внутренне, латентно развиваются. Здорово. Это период не очень простой и довольно длительный. Он длительный, потому что человек даже не понимает, насколько кардинально в нем все должно меняться. Вот жалко, что человек не понимает, насколько великие процессы внутри происходят. Почему так происходит? Почему он не понимает, что он занят с чем-то самым великим, что есть вообще в реальности? Он бы не смог к этому правильно относиться, если бы ему показали, что с ним происходит. Если бы ребенок одновременно мог бы понимать, почему он таким образом развивается, бегает с угла в угол, трогает, пробует, ломает, плачет. Если бы он это знал, значит, он был бы уже выше той ступени, на которой он развивается. Дело в том, что развитие здесь происходит не как в нашем мире, когда мы идем в университет и занимаемся, то мы наполняем свои пустоты знаниями. Здесь происходит развитие чувств, развитие желаний. Других чувств имеется в виду? Конечно, которыми мы не обладаем. То есть мы здесь приходим к состоянию, когда в нашем мире этого нет. Когда мы под воздействием света рождаем и развиваем в себе совершенно новые свойства, которых нет. И вот эти вот свойства, они затем, когда мы достигаем их нормального такого, ну определенного развития, они начинают вдруг проявляться в нас, как бы рождаются в нас. И мы начинаем ощущать высший мир в них. Но пока они не развились, нам нельзя видеть, ощутить, понимать. Мы просто должны быть какой-то порог, до которого мы должны вырасти, пройти, и тогда мы начнем в них это ощущать. Минимальный уровень чувствительности.